у нас времени сколько угодно так хорошо давайте мы начнем потихоньку нет я сейчас так конечно это всем здравствуйте у нас в таком вообще это первая такая вот пробная организация такой конференции по зуму никогда не делал прошлом году была конференция первое в реальном так сказать времени но сейчас по зуму ну ладно что делать будем пробовать в любом случае это опыт для всех для нас вот и я очень рад что присоединились к нам люди которым интересно которые хотят что-то сказать мы это все записываем потом это все будет изложено также на сайте judo club.ru и планета judo.ru значит сегодня у нас вторая научно-образовательная конференция дзюдо наука практика искусства и я еще раз рад всех приветствовать меня зовут роман карасев я ведущий этой конференции я рад приветствовать андрея резву руководителя компании леонардо да изобретателя инноватора в области различных так сказать интеллектуальных идей так я назову наверно и потом более подробного как бы немножко о себе расскажет и прочтет свой доклад также у нас присутствует влад макаров это мастер айкидо четвертый дан кузнец айкидо и русте маликов мастер спорта международного класса по самбо академия самбо или цепурского старший тренер вот ну давайте мы начнем наверное я так думаю первый доклад андрей потому что влад сейчас отошел но или он сейчас подойдет до буквально две минуты вот он уже идет он хотел влад ты пришел сходу до влад пришел и он попросил первое слово поэтому первое слово влад макаров кузнец айкидо он озвучит свой первый значит свой доклад я сейчас переведу на него видео чтобы его все видели тоже сяду рядом с ним здрасте андрей здрасте здравствуйте да роман быстро расскажу вот накидал не быстро не быстро у тебя пять минут пять минут не быстро до 3 прошло уже доклад по айкидо практика айкидо я занимаюсь больше двадцати пяти лет поэтому накопилось такое что что можно рассказать и первое а от чего это пошло в принципе это пошло из кино из 90-х годов стивен сигал подвиг подростка скажем так чтобы научиться это все делать потом в айкидо очень много мифов про энергию противника там еще что то такое ну так легенды такие это тоже очень неплохо но чтобы практиковать айкидо все равно нужен фундамент фундамент как он формируется не как у дома там сначала фундамент а потом можно это делать в единоборствах параллельно то есть если у тебя идет одна линия там ты практикуешь айкидо но никто не как это не запрещает тебе делать ответвление в дзюдо бросковую технику в удушающую технику в технике оздоровления это как йоги то есть отрабатывать страховки вот и в маленькой этой конференции в маленьком докладе что бы мне хотелось сказать что какие уровни есть в этой подготовке скажем так ты пришел белый пояс ты сам черный пояс потом идет следующий уровень ты воспитал черного пояса потом так как система даннов в айкидо присутствует до четвертого дана это технически пятый шестой там седьмой восьмой это уже более такие профессиональные ты закрылся на четвертый дан то есть получил техническую полную базу и здесь вот отступление я и сделаю такое что вот четвертый дан и по информации так одного мастера это только проблески мастерства мне так слово понравилось то есть не то что у тебя фонит мастерство прям а именно только появляются какие-то проблески и при еще условия такой при постоянной практике ну и следующий уровень ты воспитал четвертый дан то есть мой тренер получается сам черный пояс четвертый дан меня воспитал четвертого дана то есть он по этому кругу закрылся скажем так ну и у меня есть ученик четвертый дан которому теперь и я тоже почти закрылся но не факт что я вел его до конца то есть мы передаем от тренера к тренеру и следующий пятый уровень это тут роман карасов я так понял на нем находится он начинает все сначала он прошел все эти стадии и теперь он снова экспериментирует снова в поиске снова что очень здорово но про айкидо что хотелось бы сказать что это развивает интеллект почему процент с высшим образованием но высшее образование не показатель интеллекта но хоть какой-то критерий что достигает 90 процентов и мы по своим ученикам видим что если ну как по своим ученикам даже по себе я вижу я не мог закончить высшее образование там всего определенных причин потому что армия было надо было медучилище закончить чтобы получить медицинские знания потом психологические я получил знания и не мог приступить к это закончить но начал тренироваться и все начало складываться и это не только у меня учеников сказал это я использую интеллект карту чтобы в ней не запутаться и все но и здесь что еще проеки до можно сказать что про методику подготовки раньше мы охотились за техниками а сейчас мы уже другой уровень уже надо методики преподавания и они вот как мы это делаем вот с романом карасем уже на протяжении 6-8 лет объединяли мастеров по карате по дзюдо по айкидо и по йоге и по ножевому бою но некоторые элементы как кто-то смог приезжать кто-то нет и тогда каждый из мастеров мог вот то что у него есть и он делился и это обогащало просто неимоверно скажем так по познаниям по методикам то есть вот получалась тренировка 20 минут 1 20 минут другой 20 минут 3 и очень много даже раскрылись скажем так техники которые бы без этих ключей которые давали другие тренера просто было бы не понять а ну как просто бы формальные движения были то есть вот как как то есть это можно формально выполнять а можно с каким-то тайным смыслом и оздоровительным эффектом вот дальше что айкидо база это надо научиться не то что кого-то там кидать первое что надо научиться себя сначала кидать сохранить то есть это страховки ну вот это вообще первый уровень и поэтому некоторые айкидошники которые занимаются на улице они потенциальные жертвы если если они только просто айкидо занимаются но у них повышается процент конечно заживление ран скажем так но чтобы готовиться мы должны если в разделе боевого аспекта там тоже присутствует то есть нужно готовиться чуть чуть по другому это отличается и поэтому люди иногда путают у себя в голове чем но мы их спрашиваем чем вы пришли заниматься или вы там руки-ноги ломать или сначала оздоровительный эффект чтобы хотя бы тело но год нужно чтобы чтобы она это чтобы человек собрать чтобы он понял что у него есть руки ноги даже если в любые вот приходит ну кто-то из виду они быстрее схватывают кто-то если с каратэ им очень сложнее потому что у них прямолинейное движение если ты прямолинейное дело всю всю жизнь там 20 лет то потом на круговое тебе сложнее перестроиться но если ты кружился 20 лет то напрямую тебе легче освоить скажем так ну и про уровень давайте расскажу что вот такие уровни мне вот слово такое просто понравилось поэтому я его и применяю уровень уровень подготовки уровень там мастерства на скажем так уровень принятия решения скорость принятия решения вот есть такие вот три гидан чудо и дзюдан ну если так по-английски нижний средний верхний то есть это как бы обогащает дальше если мы работаем сувареваза ну это аналог в партере скажем так если какие-то слова такие непонятные там все-таки может кто-то посмотрит скажет там задает вопрос а что такое кидо а как ну вот кто-то стандартные фразами говорит ну вот сувареваза есть ханми хантачи это когда один человек на коленях а другой стоит и таша ваза когда двое в стойке то есть вот они еще уровень но дальше если так для информации что уровень воздействия на человека сначала можно взглядом воздействовать затем словом воздействует а затем уже физическое воздействие то есть если мы это будем понимать что можно на человеку сначала посмотреть потом ему сказать а если не понял но иногда надо тоже не перепутать когда надо физическое воздействие а ты на него только смотришь это тоже чревато должны понимать что порядок взгляд слова физическое воздействие может может чередоваться от обстоятельств скажем так поэтому оно все все статично мы же не камни скажем ну и следующий уровень что хотелось про состояние вещества она бывает твердое жидкое газообразное ну твердое это карате ну так аналог больше там присутствует жидкое это больше дзюдо скажем так айкидо оно но тоже и твердо может быть и жидким но она больше как парообразно это это для себя определил то есть более воздушно как стиле применения приемки гата легкий там рэн как бы жидкий и шинкер когда вот так вот разбираешь становится все понятно и ты в этом скажем путешествие спасибо большое спасибо за твой доклад да ну мы учимся все может возможно учеными не все станем но какое-то исследование проводим каждый какой-то свою мысль спасибо владу есть над чем подумать я так думаю